Ребята, всем привет! С вами снова я Дексен, и сегодня в данном видеоролике мы поговорим про тему скинов и как их выбить за удачу в стендов 2, ведь думаю никто со мной не будет спорить, что скины это очень важная тема в катках, и они придают сил к игре, да и собственно желание играть, потому что без скинов нет никаких интересов и хочется в момент катки смотреть на их красоту. Но красивые скины стоят очень дорого, и именно сегодня я вам расскажу как получить дорогие скины, а также кейсы за удачу в стендов 2 и про все способы их выбивания в разных режимах. Будут как бесплатные, так и дорогие способы. Но за это я попрошу у тебя лишь лайк и подписку на канал с колокольчиком, ведь нас совсем скоро будет уже 20 тысяч подписчиков, и у меня уже просто не укладывается это в голове. Давайте не будем тянуть, берите все самое вкусное и смотрите данный видеоролик, желаю вам приятного просмотра. Когда мы залезаем на рынок стендов 2, мы видим чудесные неймили скины, и многие даже не знают как их получить, и лишь малое количество игроков знают, что они выбиваются лишь в катках, но шанс на них просто минимальный. Давайте я вам сначала расскажу историю добавления неймили скинов, потому что это была одна из самых первых коллекций, и она до сих пор добавляется по одному скину за раз в какое-то количество времени. Первый скин из неймили с коллекции был на авм под названием спорт в 2, у него есть так скажем младший брат, который вышел самым первым скином на авм, а именно обычный спорт, только другой раскраски, а также на спорт в 2 добавили какую-то хромированность, и довольно многие игроки могут его позволить, нежели дорогой спорт в 2. Вторым скином был уже керамбит голд, и он появился с приходом линейки ножей керамбит в нашу любимую игру. Потом с приходом юспа пришел скин генезис, потому что раньше все стороны играли только на глоках, дальше в один момент наши разработчики решили разнообразить нашу дорогую коллекцию чармами, и выкатили чарм в 2 и ачпачмат. Гок Релик и FNF Weather тоже пришли одновременно, а в М Трэжер Хантер и тычки Хармони появились с приходом вида ножей тычки. Ну и самый так скажем новый и последний на данный момент добавленный чарм это Блокспот, за которым все вели охоту и задротили все режимы. Теперь, когда мы разобрались с историей появления самой дорогой коллекции в игре, мы можем уже начать говорить как ее получить. Но скажу сразу, скины можно получить и из других коллекций, не только из Неймилис, например совсем недавно многим игрокам падал Хэллоуин стикер пак 2019 года за удачу. Первый способ это выбить его в катке за удачу, но не все так просто, потому что разные коллекции падают совсем в разных режимах, например та же самая Неймилис коллекция падает только за ММ и напарники. Но там обязательно за катку нужно быть на первом месте и сделать килл с ножа, сделать помощь и умирать как можно меньше раз, а лучше всего вообще не умирать. И именно тогда шансы будут самые высокие. Думаю многие игроки знают, что Чарм Блокспот нам выкатили в октябре и тогда был Хэллоуиновский режим и именно там был большой шанс получить его за первое место. Так что у каждого скина есть свой способ выбивания и если в следующих обновах выйдет новый скин Неймилис, нужно будет выбивать его именно во временном режиме. Ну а также тот самый Хэллоуин пак можно выбить абсолютно с разных режимов, потому что падает он совершенно по разному. Но опять же не забываем тот факт, что в игре вы должны постоянно занимать первые места и быть самым лучшим в команде по киллам и помощям. Ну а также при выходе нового скина ни в коем случае не сдавайтесь в катках, ведь да, шанс выбить будет большой, но не убираются те случаи, когда вас просто банят за это. Так что в погоне за скином, даже если вы его очень сильно хотите и в итоге выбите, вас просто могут забанить за багаюз. Второй способ уже не простой и дорогой, ведь вам нужно будет донатить, либо же трейдить. Трейд это очень непонятная штука и здесь главное знать все азы и стоимости наклеек на тех же самых скинах. Также можно просто ставить запросы и пытаться поймать за лоу прайс, либо же с крутыми наклейками. Ну а способ про донат говорить не буду, потому что думаю многие знают как правильно и где нужно покупать голду, а именно на официальном сайте standoff 2. И никакие тг шопы вам не помогут, потому что это все скам. Ну и третий, последний способ это просто сидеть на стримах у проверенных ютуберов, которые за какое-то количество лайков или подписчиков сливают скины разной редкости и разной стоимости. Например допустим я, каждый стрим сливаю порядком 500 голды и участвует очень мало и один человек у меня ловит уже порядком 20 скинов. Так что шансов поймать у вас очень много. Ну а также мой телеграм канал, в котором каждый день проходят розыгрыши на скины, голду и также прокачки. И даже после выхода данного видеоролика я там устрою конкурс на данный скин. Поэтому там просто море и море голды. Так что переходи по ссылке в описании и обязательно участвуй, там все очень просто. Друзья, ну а на этом наш видеоролик подошел к концу. Не забудь поставить лайк и подписаться на мой канал с колокольчиком. Ну а если ты досмотрел ролик до данного момента, напиши в комментариях, я обязательно получу удачу. И тогда я пойму, что именно ты смотришь все мои ролики до конца без перемоток. И поставлю лайк на твой комментарий. Ну а на этом все, всем удачи и всем пока ребята. До новых встреч в следующем видеоролике.